Персональный парад Победы устроили сегодня учащиеся 11-й гимназии Черкеска для ветерана Великой Отечественной войны Хамида Кономатова. В этот день посетили его также представители Общественной палаты Карачаева-Черкесии, парламента, партии «Единая Россия» и Народного фронта. Гости поздравили ветерана войны с 79-й годовщиной Великой Победы. Преподнесли подарки, а он поделился воспоминаниями военных лет. Мадина Каракетова подробнее. С песней Победы учащиеся 11-й гимназии Черкеска промаршировали по улице Трудовой, где проживает 102-летний ветеран Великой Отечественной войны. Хамид Кономатов встречает своих юных друзей во дворе своего дома. Он очень рад и растроган. Дедушка, спасибо вам большое за Победу. Желаю счастья, здоровья, чтобы вы еще столько же жили и были счастливыми. Дети подготовили концертную программу, пели песни военных лет, читали стихотворения. День Победы, особая дата. К ней и подвиг, и свет, и печаль. Ветеранам поклон, ведь когда-то сберегли нам цветущую даль. Гости рассказали ветерану Великой Отечественной войны, что в эти дни в преддверии Великой Победы проходит патриотическая акция «Синий платочек». Хамиду Абуловичу тоже подарили такой платочек и исполнили знаменитую песню. И пусть со мной, мне сегодня, любимой, родной. Знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Хамид Абулович рассказал детям о тяжелых военных буднях, о том, какой ценой досталась советскому народу Великая Победа. Называет себя карачаевцем-корейцем. Поскольку когда карачаевский народ, представителем которого он является, стали выселять из родных мест, обвинив в предательстве, командир Хамид Акономатова, чтобы не терять такого отважного бойца-связиста, пошел на преступление, скрыв его. Хамид тогда служил в составе 1190-го стрелкового полка под командованием подполковника Кусика. Когда пришли дурные вести о судьбе карачаевцев и приказа снять из фронта лиц карачаевской национальности, командир был в замешательстве. «Если больше не доверяете мне взвод, оставьте меня хотя бы рядовым связистом», – просил тогда 19-летний боец, – «я должен воевать с фашистами». Ему разрешили. Чуть позже, за проявленную храбрость в боях за деревню Черпухина, его представили к награде за отвагу, начальник штаба, рискуя собственной свободой, переименовал Хамидов Халиба, а местом рождения указал несуществующую корейскую АССР. Так карачаевец Хамид превратился в корейца Халиба и под этим данными прошел всю войну. Победу встречал в Кенингсберге, награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной звезды, медалями за боевые заслуги, за взятие Кенингсберга. Дети слушали, затаив дыхание. Он много чего нам рассказал. Было очень интересно слушать всем классам. Нам было приятно прийти к нему, поздравить его и вручить подарки. Он замечательный человек, что спас всю нашу страну и землю. Мне было очень приятно узнать, как они защищали нашу родину. У него столько медалей за все отваги, столько он подвигов совершил. Было очень приятно познакомиться с таким ветераном. Мы гордимся нашей страной ветеранами. Ветеран Великой Отечественной войны Хамид Канаматов пожелал детям, чтобы в их жизни такая страшная история, как война, не повторилась. Желаю я вам крепкого здоровья. Еще раз говорю, ховарен, брак, ховарен. Он в семье своей содержит за счет убийства. Этого допускать нельзя. Берегите себя. Это поколение победителей, люди с остальным стержнем. К сожалению, фашизм вновь поднял голову на Украине. И российские солдаты, так же, как и воины Советского Союза, ценой собственной жизни отстаивают интересы своей родины. Хамид Канаматов выразил уверенность, что в очень скором времени и эти герои ощутят вкус славной победы. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.